Очередная тачка приехала на обновление. Все проблемы у неё на виду. Проблемы старых автомобилей это сквозная ржавчина. Но тут ещё можно считать, что по-божески ржавчина только по низу. И лечится всё это довольно-таки просто. Урезка ремонтных вставок взамен нилья. Ну а с другой стороны, это только видимая часть. Есть и скрытые повреждения. И думаю, что довольно-таки значительные. Для начала рассмотрим порог. Сверху порог ещё довольно-таки крепкий, поэтому высверлим сварные точки, чтобы в дальнейшем не испортить прилегающий внутренний усилитель. Снизу порог высверливать не надо. Потому как там просто трука. Что сейчас и наблюдаем. Обратным молотком оторвём данную часть. Ну и видим, конечно, что внутренние пороги также подверглись коррозии. Перейдём к заднему крылу. Арки крыла, как мы видели, также полностью сняла. Поэтому нам необходимо изготовить ремонтную вставочку. Для этого необходимо снять мерки и изготовить какое-то лекало. Я это делаю просто. Наклеиваю просто бумагу через скотч. И обрисовываю данную арку. Затем данный образец наклеиваю на лист железа. Очерчиваю и обрезаем электроножницами. Затем полученную заготовку несём к зиговочному станку. Прокатываем и получаем нормальную такую кромку. Прокатываем не за раз, а в несколько проходов. Обычно получается радиус, который нас не устраивает. Поэтому для получения заданных параметров кривизны нам помогает ещё один. Станок шринкер или стричер. Станок один просто меняется губки, которые либо растягивают металл, либо сжимают. Изначально мы сделали внутреннюю арку колеса, где не требуется более точной подгонки. И вот на основе полученной внутренней арки мы начинаем изготавливать наружную лицевую часть крыла. На нашей заготовке размечаем все линии, по которым в дальнейшем нам необходимо будет выгибать или загибать. К примеру, по этой линии мы сделаем, загнём отбортовку вовнутрь. Затем делаем следующую линию, по которой необходимо будет выгнать ребро жёсткости. Размеры снимаем непосредственно с автомобиля. Добавляем ранее сделанную линию отбортовки, размеры отбортовки, и отчерчиваем. Как видим, в принципе, это не сложно. Очерчиваем простым штангом циркулем. Как видим, всё рисуем от линии первой, линии реза. Замеряем область ржавчины, также на автомобиле, и также наносим на нашу заготовку. Важно правильно отрезать первый раз. А остальное, в принципе, всё приложится. Вторая, наружная линия реза, может, конечно, и правильной, но не обязательно. Потому как на основном крыле, когда мы приложим эту заготовку, пилить болгаркой радиус не совсем камильфо. Тем более, все детали я варю в стык. Поэтому беру небольшой запас, накладываю заготовку на крыло и режу прямыми линиями. Чтобы арки крыльев справа и слева были одинаковые, делаем сразу две заготовки. Просто относительно до друга зеркального исполнения. Ну, а дальше всё как раньше. Кстати, двигатель не вышел не так уж и дорого. Купил ручного исполнения небольшой цены. Нашёл в своих запасниках электродвигатель с редуктором. Прилазил так, не затеял. Сделал педали управления электродвигателем. Одна педаль прямая вращения, вторая на реверс в обратную сторону. И работает, работает неплохо. Шринкель имеет также свои особенности. Губки имеют очень мелкие насечки. И чистый металл выгибают они на раз. Но я использую бывшее кузовное железо, в частности, в основном капуты. На них нанесены заводующие, грунты и краски. Поэтому насечки очень быстро забиваются. И эффективность уже не та. Но мы не спешим. Поэтому делаем так, как есть. На самом деле, у меня есть еще также самодельные шринки стретчер. Где насечки губок сделаны из рашпиля. Насечки там, конечно, крупные. Вот для тех абсолютно все равно, что там нанесено на железо. Разорвут. Но это тоже крайность. Поэтому будем пользоваться заводским станочком. Субтитры Продолжение следует... 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 Продолжение следует...